Традиционное утреннее выездное совещание по благоустройству глава администрации Заречного Вячеслав Гладков начал с проверки выполнения поручений данных в предыдущий объезд. На прошлой неделе в Заречном побывали специалисты Сурского гидроузла. Они осмотрели плотину в зоне отдыха лесная, которая нуждается в срочном ремонте. Дали рекомендации по ее восстановлению. Два варианта. Или спускайте воды, или ставьте короб металлический, поширь чуть-чуть, внизу забивайте мешками с песком, пробуйте ее откачать, потом жидкое стекло с раствором мешать, обмазать весь этот стекл и сделать опалку небольшую или по-новому. Ну вот этот вариант подходит, потому что откачать воду у нас не так. Спустить, добавить, когда мы не нас берем. Участники выездного совещания побывали во дворах на улице Строителей и по проезду Молодежному. Жители этого микрорайона обращались к депутату собрания представителей Заречного с жалобами на недостаточную освещенность и благоустройство дворов. Угол вообще темный. Школа не освещает. Люди оттуда идут, с цеплением, здесь вообще темно. На совещании была рассмотрена возможность строительства парковочных карманов на проезде Молодежном. Обсуждалось и озеленение дворов. Здесь нужно привлечь людей. Согласен. Здесь что, о чем я говорю? Чтобы они в течение трех лет поливали. Им нужно вот сказать, Анатолий вам скажет, что их нужно поливать, например, три раза в неделю. Значит, три раза в неделю из домов, то есть прям к жителям обратиться. Хотите жить в зеленом дворе, давайте выходите вместе. Сделал, конечно, не совместный. Вопросы благоустройства города на личном контроле у Вячеслава Гладкова. Наталья Елистратова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».